Турфирмы сворачивают раннее бронирование. Почему так рано? И будет ли кэшбэк, мнение экспертов? Больше половины работодателей планируют повысить зарплаты своим сотрудникам. Когда и на сколько? И в школьных столовых Казани тестируют предзаказ комплексного обеда. Если детям понравится, так будут работать все столовые. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас от новости экономики. Здравствуйте! Турфирмы в этом году раньше обычного закончат раннее бронирование летних туров, сообщает Ассоциация туроператоров России. Речь идет о путевках на курорт страны. Уже в январе-феврале его будут сворачивать. Обычно раннее бронирование заканчивалось в конце марта. В предыдущие два года раннее бронирование уже начали сокращать, потому что эта акция накладывалась на кэшбэк за туры по России. Спрос и так был хороший, и дополнительно его стимулировать туроператоры не видели смысла. Только в Татарстан летом турпоток вырос на 20%. Почему? Что будет дальше с кэшбэком? Ждать ли его? Наши эксперты ответили так. Это способствовало очень появление такого понятия, как кэшбэк туристический, который уже пять этапов, по-моему, прошло этого туристического кэшбэка за последнее время. И, ну, например, в октябре месяце невозможно было в объектах размещения, в санаториях Татарстана взять места, потому что люди, пользуясь этим ресурсом, смогли в межсезонье поехать отдохнуть с 20% скидкой, можно сказать. А сейчас просьба как-то прикрыта, да, у нас эта программа? Временно сейчас приостановлена, но ведутся очень серьезные сейчас расчеты и разговоры о том, что как минимум детский кэшбэк будет возвращаться, потому что это тоже очень хороший ресурс для отдыха детей. И все-таки, я думаю, что такой инструмент будет... Но раннее бронирование все равно в этом году. Ближайшие 2-3 недели закроют, говорят эксперты. Скидки по ранней брони на это лето и так готовы давать только 3% отелей юга страны. В прошлом году было 10%. Сезон 2022-го был слишком удачным. От лета 23-го отели ждут такой же прибыли и не планируют стимулировать туристы скидками и какими-то специальными условиями. Даже наоборот, настроены переходить на более жесткие условия оплаты, увеличить сумму предоплаты. Больше половины российских работодателей, 60%, планируют этой зимой поднять зарплаты своим сотрудникам. Узнали аналитики HeadHunter. Они провели специальный опрос по заказу газеты.ру. 41% опрошенных начальников сказали, что поднимут зарплаты своим работникам уже в январе. Каждый пятый планирует сделать это в феврале, еще 12% в апреле. Прибавка в среднем будет 5000 рублей, а вот 11% компаний не собираются повышать зарплаты своим сотрудникам в новом 2023 году. Возможно, среди них есть те, кто уже в конце 2022 года сделал эту прибавку. Аналитики отмечают, что под занавес года заметили рост предлагаемых зарплат в большинстве профессиональных групп. В сфере консалдинга они выросли примерно на четверть. Вакансиях для студентов и молодых специалистов без опыта работы на 14%. Для производственного персонала на 10%. В продажах и медицине на 8%. А вот предложения зарплат для айтишников и строителей не изменились. В сфере добычи сырья безопасности даже снизились. Казанские школьники смогут сами выбирать себе комплексный обед в школьной столовой. А завтра получить то, что выбрали. Такую систему предзаказа сейчас опробуют в трех школах Казани. Если она всем понравится, то так, по заказу через мобильное приложение «Образовательная карта» будут работать и остальные школьные столовые. Рассказали на неделе в столичной мэрии. Обсуждали школьное питание. В этом учебном году школьников прибавилось на 9 тысяч. Все ученики первых и четвертых классов получают горячие завтраки бесплатно. На обеды цены не менялись. Ученикам доступны 4 комплекса школьного меню на выбор, стоимость которых не увеличивалась с апреля 2021 года. Завтрак или полдник за 30 рублей. На выбор два варианта комплекса за 48 рублей. Меню свободного выбора за 73 рубля. И с начала этого учебного года в качестве эксперимента мы предложили два вида бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Учитывая пожелания родителей и школьников, мы разработали второй вариант, в котором вместо мясного блюда предлагаются молочные каши или сырники, запеканки или блинчики, йогурт. Таким выбором на сегодня воспользовались 86 школах города. При этом на пищеблоках также продолжали готовить мясной завтрак для тех, кому такой вариант более предпочтителен. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами и до встречи. Продолжение следует...